Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка Куда все крепится, леска, ножи, пилы и так далее А сейчас мы будем обслуживать вот этот узел Обязательно его тоже надо будет снимать и смазывать раз в году Вот видите, здесь контращий болт и затяжной Контращий он просто крепит, чтобы у нас не крутилась, не болталась штанга или двигатель А это уже стягивает Мы вот откручиваем вот эти два болтика Два болтика откручиваем Берем торцевые ключи такие интересные Маленький не подходит, а еще большой подходит В комплекте идет инструмент к этой бензокосе И вот мы откручиваем контращий Он контрит у нас на самой штанге Штанга применяется алюминиевая И внутри не какой-либо тросик, а тоже металлический Металлическая штанга применяется Она лучше передает мощу, меньше колебания и так далее Так, открутили контращий винт и вот видим, что уже болтаться начинает Это хорошо, это правильно И затяжной тоже винт Мы открутили и теперь вот видим штанга, вот она сама слазит уже с крепления Вот Так, наша задача посмотреть, что же у нас там в двигателе Там вот подшипник Вот вполне нормальный Хорошо себя чувствует Хорошо себя чувствует Вопросов не задает Обслуживание не требует Потому что там подшипник Подшипник стоит, не требующий обслуживания Вот Ну что ж Ну пока отложим двигатель вниз Нам надо посмотреть сюда Отверточкой Смотрим, что же у нас там подшипник Вон там подшипник далеко-далеко есть Так, смазка Ну смазка тут я в принципе скажу Довольно-таки сохранилась нормально Вот Здесь поменьше уже оборотов идут Это на редукторе они увеличиваются Вот Если на смазку посмотреть То она еще неплохая Вот Можно жить Можно жить Так, еще раз Отверточкой подковырнули Вы знаете, масло хорошее Масло хорошее Вот Контрольная проверка Довела то, что можно Масло дальше использовать Ну я немножко масло сюда порхну Все-таки для успокаивания души Вот Литольчику И хай он Масло немножко искупается Далеко туда не пропихиваю масло Там оно есть Плюс еще Масло у нас есть Оно в принципе там И очень-то и нужно Теперь его немножко можно В принципе пропихнуть туда Ближе До Ага, вот там подшипника И ближе до подшипника Там немножко побудет маслице И тут вот на этой оси Вот штанга вот эта вот Внутри металлическая Вот из стали Она передает как раз крутящий момент Туда дальше по штанге Вот И мы провели, так сказать Такое легкое обслуживание И смазку Хорошо Хорошо В принципе все В принципе все Здесь такого лишнего ничего больше делать не надо Значит берем блок двигателя назад Вот Не забывая вот это контращее сквозное отверстие Должен вот этот болтик у нас туда попасть Значит мы его аккуратненько назад 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 И потом вот этим болтиком Вот этим верхним Даже от руки закручиваем И мы ловим отверстие О, видите Словили отверстие Вот видите Колеблется И туда-сюда Уже никуда не девается И свободно она Свободно закручивается Значит мы попали в это отверстие Хорошо Закручиваем вот этот болт Вот этот болтик Он у нас контрит И не дает сползать с оси И теперь уже затяжной Но затяжной болт здесь хорошо Надо закрутить С хорошей натяжкой Вот Вот здесь Вибрации Обороты Вот так вот Сильно Как бы и не надо Но и не надо Слабо Вот Убираем остатки масла Остатки масла Вот Еще раз говорю Масло здесь применяется Литол Циатим Вот Любая смазка для Подшипников И для Бензоагрегатов Вот Для бензо То есть бензопил Бензокос И бензоэлектрических агрегатов Так что применяем Вот такую вот смазочку Нормально она работает Раз в году обязательно надо Проводить смазку Раз в году Перед началом сезона А можно даже и в конце Чтобы почистить ее Или в конце просто почистить Хорошенько Вот Узел косы там внизу Вот здесь Здесь везде почистить Вот А потом еще В принципе Надо Карбюратор будет Вымыть Потому что он к зиме Через зиму Внутри там масло И бензин засыхает И превращается Непонятно за что И потом весной мы никак не заведем Вот Ну вот этот фокус про карбюратор Я буду уже снимать Другое видео Поэтому там большая тема будет Так что мы рассмотрели В нашем втором видео Это обслуживание Вот этого узла Нашей бензокосы Где надо маслица добавлять Здесь как раз все Вращающее движение Передается по штанге По внутренней стальной штанге Все усилие передается На косящую головку Вот В этом видео мы рассмотрели Вот именно Это обслуживание Так что подписывайтесь На канал Отвертка Следующее видео Будет продолжаться Тоже по Эксплуатации бензокосы Вот Я расскажу Тоже еще несколько Интересных историй Так что подписывайтесь На канал Отвертка Всегда рад Видеть Посетителей на канале И с удовольствием Отвечу на все ваши Технические вопросы Пока что спасибо И до свидания Ждем следующего видео Со всем домашним ремонтом Поможет справиться Канал Отвертка